Всем привет, чуваки, вы на канале CryptoCommons, и сегодня у нас супер специальный гость, это Джо Сасс, очень древний чувак в криптопространстве, технический аналитик, трейдер и также магистр спорта по TRDR, нашему любимому скринеру с вами, по которому мы отслеживаем заявки из стаканов бирж. В общем, привет, Джо, очень круто тебя видеть, как дела? Большое спасибо, мистер CryptoCommons, очень приятно быть у тебя в гостях, и также очень рад этой возможности помочь узнать побольше об ордербуке. Забанен навсегда. Я говорил о целом наборе противоречивых тем, потому что считаю возможность общения очень важной, верно? Я, в общем, говорил о другой стороне спектра, насколько это имело отношение к текущим событиям и тому, как это воспринималось, и особенно ставя под сомнение научную историю за последние несколько лет. И я думаю, что многие за подобные вещи также были наказаны. И это очень грустно, потому что были потеряны такие интервью, как, например, Джона Макафи. Знаешь, были потеряны стримы, где мы наблюдали крах биткоина с 7500 до 3500, если ты помнишь крах марта 2012 года. Целый набор очень ценной информации. Столько разных и интересных моментов по самым различным рыночным сферам. Они были потеряны безвозвратно. Я на самом деле пытался попробовать откатить назад и хотя бы скачать эти видео. Я обращался к ним, но они очистили все под ноль. У меня нет никакого доступа, а моя почтовая учетка была полностью аннигилирована. Вау. Да я думаю, знаешь, что я даже видел твой последний стрим, где ты говорил такую голую правду про Америку, про всю эту фигню в мире. Ну, в общем, да, иногда нам лучше держать язык за зубами, если мы хотим остаться в публичном пространстве. Ну, короче, теперь все, кто не знает, у Джона новый канал, называется SAS Analytica, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы понимаете английский. А если не понимаете, то подписывайтесь, чтобы его начинать понимать и учить. Мы собираемся его адаптировать на большее количество языков очень скоро, поэтому я вместе с Фабианом, это еще один партнер, в SAS Analytica мы вдвоем. В общем, мы собираемся его вести на большем количестве языков, и русский теперь номер два. Так что да, абсолютно, мы собираемся сделать его как можно лучше, и так что мы намерены делать аналитику ордербока также и на русском. Так что скоро у нас будет раздел, где будет, возможно, примерный перевод, но в любом случае это круто, привлекать как можно больше людей, создавать комьюнити и учить больше и больше ордербоку. Ведь смотри, вот в чем дело. Я создал аналитику по ордербоку, я работал вместе с тедером, с трейдером, по созданию сигналов SAS. И одна из вещей, которую я всегда хотел, и причина, почему это все бесплатно и доступно для каждого и так давно, потому что я всегда хотел видеть развитие, что будет потом, кто будет следующий, кто откроет то, что не открыл я. Это одна из вещей, которая меня очень воодушевляет. Так что думаю, что новое сообщество будет великолепным. Так что ожидаю встречи с новыми людьми и больше количества людей в чате. Даже если нужен русский язык, мы сможем сделать перевод, мы справимся. Да, я думаю, проблем не будет. Круто, круто, слушай, очень здорово тебя видеть у нас на канале. Может, поделишься своими мыслями про биткоин, про... Да, абсолютно. Буквально несколько часов назад мы на твоем стриме точно предсказали дно вот по этим индикаторам с ТРДР. Да. Расскажи, может, подробнее для зрителей, кто не знает, что они означают, как этим пользоваться вообще. Это как раз то, когда ты отправил свое сообщение. Прямо здесь. Именно там, где отскок. И это... В общем, давай поговорим о нескольких причинах, почему здесь отскок. И, кстати, если у тебя будут возникать любые вопросы, ведь в анализе ордербука происходит столько много всего, а сигналы являются лишь его малой частью. Так что буду рад ответить на любые вопросы, и на любые вопросы, которые могут возникнуть у твоей аудитории. Но двигаясь вот сюда, первая и самая важная вещь, я немного укрупню график, это пятиминутка. График биткоина на пятиминутках в паре к тизеру на Бинансе. И ты сам видишь, что здесь очень много последовательных сигналов. Они очень и очень целостные. Так что в течение большого количества часов, если даже не дней, и с 18 января у нас появился первый сигнал, вот здесь, до 19-го, в общем, изменения в течение дня. И у нас здесь были очень последовательные сигналы. И очень важно здесь, на мой взгляд, в отношении этой ситуации, эти цвета... Я быстро объясню. Цвета, по мере как они становятся этими пурпурными, фиолетовыми, это значит, что мы переходим в очень перегретое соотношение. Другими словами, есть так много покупателей в лимитной части стакана, в лимитной стороне, другими словами, беды, что несоответствие соотношения достаточно сильно для образования сигнала. Ты также можешь видеть это, посмотрев на сам стакан. Здесь видно, что есть массивные стенки на 40 тысяч 100, ровно 40 тысяч, а кроме того, множество маленьких неликвидных уровней. Это прям пустоты на 39,50, 20, 30, и аналогично со стороны продавца. Поэтому, если мы с тобой посмотрим на то, где мы сейчас находимся, то сигналов нет, потому что стакан расколбашен с двух сторон, в нем нет ликвидности. Но по мере спускания ниже, мы приходим к тому, когда продавцы продавали биткоин, не загоняя стакан, и не двигая, скажем, вот этот на 253 по цене 42 500. Они не двигали этот ордер вниз, и ниже, все ближе и ближе к вершине стакана. Поэтому у нас есть это несоответствие соотношений, а когда я вижу этот пурпурный или фиолетовый, неважно, я начинаю смотреть с интересом. Это значит очень-очень резкое несоответствие соотношения. И почему, например, вот здесь или вот здесь было хорошее место для отскока? Да потому что здесь и были эти ордера. И сейчас мы можем... Через секунду вернусь. Ты видишь, что здесь примерно 50 миллионов долларов. 50 миллионов американских долларов. 45 тысяч, 44 тысячи. Тысяча биткоинов по 45 тысяч. Будет почти 50 миллионов. Аналогично и вот здесь, верно? Так что, двигаясь дальше, ты видишь, что эти стенки не двигаются. Это 1026 биткоинов. И секунда за секундой, по мере того, как мы наблюдаем, не происходит никаких изменений. И абсолютно тоже вот здесь. 1228 битков по 45. Никаких изменений в каждую секунду, что мы наблюдаем. И мы приходим к тому, что по мере сегодняшнего краха, мы приближаемся в эту зону. Самая низкая у нас здесь 40 300. Прямо здесь. И ты видишь, что у нас есть стенка на 40 200. 100, 40, 39 900 и так далее. Все эти стенки полностью статичны. Никакого движения до сих пор. И это меня приводит на мысль о том, что эти покупатели очень заинтересованы в накоплении биткоина. И когда я вижу большую продажу, а покупатели очень заинтересованы в своей цене, по мере того, как она движется к ним, все это меня очень интересует в определении всего вот этого, как дна ценового диапазона. Так что я переключусь на... Кстати, это группировка цены по 100 долларов. И я по-быстрому объясню разницу между статичным и динамичным ордером. И еще раз повторюсь, что мы... Эти ордера здесь не двигаются. 150 биткоинов по цене 40 100. 452 по 40 тысяч. И аналогично здесь, в диапазоне 44К. Так что по-быстрому сейчас посмотрим на группировку по 10 долларов. И это гораздо более хорошее представление того, что происходит на вершине стакана. Что прямо сейчас происходит с ценой, как мы ее видим. Все, что слегка зеленое, движение в 0,2-0,4%, ты видишь вот здесь вверху. И все, что рядом, это большие движения. Но каждое движение приводит к смещениям в стакане, не включая, не привязываясь к покупке или продаже. Так что мы даже можем немного уменьшить, скажем, до нуля. В итоге мы видим, что в основном это мусор. Так что, если ты не будешь против, я включу где-то до 1000. И ты видишь, что 26 биткоинов находятся на самой вершине стакана. И только один биткоин со стороны продавца по цене 41.610. И ты видишь, как количество меняется с единицы до 9, затем вниз до 6, до 5, и аналогично со стороны покупателя. Так что сама природа вершин стакана очень динамичная. И хочу обратить ваше внимание на то, в какой момент стакан становится очень статичным. Когда никто не хочет никаких движений, никто из покупателей ордера не убирают. И в такие моменты менее вероятно увидеть очень крупные распродажи. Образуется дно, и именно это мы с тобой определили ранее сегодня и несколько часов назад. Очень интересно. Ты знаешь, я помню еще твою технику, которую ты использовал года 3-4 назад, где ты просто помечал все экстремумы, ну как бы все 20-е значения в желтый цвет. Индикатор Order Book Overlay. Помнишь эту технику? Да, конечно помню. Я имею в виду, что она исключает много шума и ложных сигналов. Это было с шагом один. И, короче, мы ее интерпретировали так в нашем русском комьюнити, что мы используем ее на спотовом графике Binance USDT с настройками 70-70-70. Можешь сказать, какие у тебя настройки? Давай быстро посмотрим. 70-50. 70-50. 70-50-64. 70-50-64. Это была самая первая версия. Да, иногда время от времени нужно подтягивать эту настройку под состояние рынка и под его волатильность и объем. Смотри, отличный комментарий. Это было, это было намного... Это по-прежнему имеет место, по-прежнему. Но это было очень ценно при цене в 10 тысяч долларов, и когда было гораздо больше заказов в стакане. Говорим о настоящем времени, в 2023-2024 и так далее. Знаешь, стенка в 50 биткоинов, аналогично цене в 10 тысяч, более сотни биткоинов. Так? Не суть. Не зарываясь в математику, ты меня понял, мы сейчас в 4 раза больше, чем тогда была цена в 10 тысяч. Так что стенки тогда совершенно не те, что стенки сейчас. И соотношение поменялось, особенно из-за того, что цена выросла. Так что для создания... И вот что интересно у опасности размера. То, что я собираюсь выпустить... А с тобой мы обсудим доступ некоторой части аудитории. Я хочу сделать раздачу подарков некоторым членам аудитории. Но причина, почему это так хорошо работает, потому что я сделал это для трейдовых соревнований. Это все очень чувствительно. Но в то время это было невероятно опасно. В то время, когда несоответствие соотношения даже рядом не было таким большим, тогда бы было гораздо больше сигналов и требовало гораздо большей осмотрительности. Но сейчас даже с такой чувствительностью работает все отлично. И это даже лучше работает, потому что сейчас у нас меньше ордеров в стакане. И из-за того, что цена биткоина гораздо выше, у нас будут ордера с меньшим количеством биткоинов. Ведь их стоимость в долларах такая же большая, как и была тогда. Скажем, сейчас 20 биткоинов, то же самое, что 80 биткоинов пару лет назад, в 10к. Так что эти вещи будут меняться, по мере того, как рынок меняется. И сигналы будут меняться. А я буду их обновлять и делать лучший контент. По мере того, как мы будем анализировать в реальном времени данные рынка, к чему анализ стакана и относится, здесь нет никакой запаздывающей информации. Неважно, сколько было свечей за день. И неважно, каков уровень значения RSI, построенная, скажем, на 15 свечках, или же построенная диапазона Боллинджера на скользящих средних. Наши данные никак не связаны с запаздывающей информацией. Это связано с тем, что рынок говорит тебе в этот момент времени, в реальном времени. И эти константы будут другими. Вероятно, нам следует сделать то, чтобы сигналы были более чувствительными. Но, повторюсь, с изменением условий рынка, вероятно, не следует менять эти настройки. Вероятно, нужно будет что-то подкрутить, поднастроить, но ты понимаешь, о чем я. Да, да, абсолютно согласен. Знаешь что? Ты очень круто предсказал дно на своем стриме буквально несколько часов назад. Каков твой прогноз цены сейчас в краткосроке? Я имею в виду для интродэй трейдеров, для скальперов. Вот буквально на ближайшие 24 часа. Что ты думаешь, цена BTC сделает? Это... Потому что сейчас мы видим некое сопротивление. Да, я это... Знаешь, я ожидал 43 тысячи, но если посмотреть на стакан, у нас есть самая крупная стенка на 42 500. Я считаю, что у нас есть все шансы отскочить. Прямо сейчас. И 42 500 – это следующая самая значительная стенка сопротивления. Так что это обновленная скачкообразная цена в направлении вверх. Опять же, вот этот парень, 248, не двигается ни на дюйм, не убирает ордера. Так что 42 500, я думаю, наша цель. Сейчас выходные, обычно это не сильно волатильное время. Так что моя цель сверху – это 42 500. С... В общем, сверху. С учетом того, что мы определенно можем увидеть двойное одно. Ты видишь, особо нет покупателей, и сигналов особо тоже нет. Единственные сигналы, что у нас есть, это сигналы продавца. Так что мы даже можем опуститься и ниже, но моя цель сверху – прямо сейчас, если бы я лонговал, если бы я уже был в лонгах, и еще не вышел, и пытался бы максимизировать прибыль, то, вероятно, сделал бы ставку на 42 500. Давай будем надеяться, что эта информация не потеряет ценность, пока ее переведут на русский язык. Но если мы говорим про более долгосрочные планы, то как ты смотришь на биткоин в течение следующего года, принимая во внимание халвинг и все остальное? Да. На следующий год. Самое важное сейчас в том, что мы находимся в 90 днях от халвинга. Ну, или примерно в 90 днях. И это меняет все. И в дополнение к этому, у нас в этом году есть фундаментальные катализаторы. Это очень важный год. И я даже не могу выразить важность и значимость этих фундаментальных катализаторов, как, например, президентские выборы. Так? Так что этот год будет волатильным. У нас есть халвинг, у нас есть выборы, еще у нас есть ETF, и кто еще знает, что нам принесут в следующие несколько месяцев. Так что, с учетом всего сказанного, я смотрю на это очень побычье. Я думаю, что мы можем пойти в боковике примерно в следующие 90 дней. Мы можем увидеть 30 тысяч. Но говоря о халвинге, ведь это всего лишь формула. Мы приближаемся в росте стоимости. И в течение шести месяцев халвинга у нас начнется параболический бычий рынок. И я думаю... И я вот еще что вижу. У нас есть гэпы на CME. Я знаю, что каждый относится к этим гэпам на CME по-своему, но каждый раз, когда начинается бычий рынок, у нас есть период времени, когда у нас есть целый набор гэпов на CME, от которых мы убегаем, никогда не возвращаясь. У нас есть на 3 тысячи, как ты сам видишь вот здесь внизу, 3 тысячи, 6 тысяч, и затем мы выросли до 70. Где-то вот здесь, так? Так что прямо сейчас мы имеем дело с очень похожим кластером. Я думаю, что мы можем увидеть заполнение этого гэпа в 40 тысяч, и мы даже можем увидеть вот эти 35 тысяч. Довольно большой гэп вот здесь. Но не могу сказать, что я уверен, что мы сюда спустимся. Я думаю, что если что-то и произойдет с заполнением этих гэпов, и даже если мы уйдем на 30 тысяч, заполняя вот этот, говоря в целом о верхней части, у нас есть один гэп на 53 тысячи. И как только мы доберемся до... Как только мы достигнем этой отметки, я думаю, что мы к этому времени достигнем, или даже, возможно, на пути к нашей следующей бычьей цели, которая, вероятно, будет где-то на уровне, по крайней мере, от 5 до 8 х предыдущего исторического максимума. Это приведет нас где-то примерно к 300 тысячам долларов. И если бы я должен был сделать ставку по следующему минимальному... Скажем, я прямо сейчас делаю ставку. Минимум, до которого мы поднимемся... А, прости, чувак, секунду. Ха-ха, реально, прости, чувак. Реально, быстро. Я знаю, что ты можешь потом все подредактировать. Да, нормально все. Наоборот, прикольно, по-моему. Я думаю, мы не будем это вырезать. Маленький... Этот пиздик пытается разъебать копилку с монетками, пока я тут пытаюсь поговорить. Это мой Вильям. Какая тебе нужна сложность? Хочешь, чтобы я запустил тебя на легком? Он запускает себе видеоигру. Мы можем сделать из этого тизер. Да, точняк. Вильям, люблю тебя, сынок. Окей, окей. Будь внимателен. Окей. Итак, ладно. Возвращаюсь к ебучим делам. Ладно. Слушай, классная у тебя цель. 300 тысяч. Очень бычья. Да. Многие сейчас думают, что мы в медвежьем рынке, и это будет все по-другому, потому что после ETF мы начали падать, и типа, что это будет как после запуска семи фьючерсов. Хочу о этих ребятах поговорить. Ты знаешь, почему так много людей настроены по медвежье? Я тебе скажу ту проблему, которую я в этом вижу. Это все те люди, которые продали примерно вот в этот момент времени. Нарисую маленькую стрелку. Есть небольшой период, времени прямо вот здесь. 31 декабря 2022 года. Это когда большинство американцев продали, чтобы отчитаться об убытках. И представь, с чем мы связались в этот момент. Мы имели дело с людьми, которые купили где-то в течение 22 года. Они были в убытках. В течение 22 года они могли где-то купить даже выше, чем 47 тысяч. Но в любой момент времени, когда они покупали биткоин, они пытались отчитаться об убытках. До этого дня. Они продали на дне и... Что самое главное, просто так нельзя взять и купить снова завтра. Нельзя купить 31 января. Нельзя продать для отчета об убытках и снова купить на следующий день. Есть определенные требования, согласно которому ты должен выждать где-то три недели. И как ты видишь, три недели... Да, перед тем, как ты узнал, мы ушли со дна медвежьего рынка до 20к, скажем, 20к. Так что многие из этих людей реально молятся, чтобы мы вернулись к чему-то такому медвежьему или вернулись вот в этот диапазон. Это все те, кто продали вот здесь. Так что, на мой взгляд, это кейс подтверждающего отклонения. Я не верю, что есть логическая техническая причина для нашего возврата к этим уровням. Мы все видели, что было в марте 2020-го, коронадамп, когда мы ушли со днами движьего рынка в 3000, вот сюда, нашего днами движьего рынка в 3000, после чего мы провели большое количество времени в консолидации, несколько месяцев, после чего начали бычий рынок, неважно по какой причине. Об этом можно определенно поспорить. Но определенно 12 марта 2020-го на новостях закрытия СМЕ из-за падения у многих людей вызвал желание паник села и на фонде, и в крипто. Потому что опасность была в том, что исторически президент взял и остановил все торги. Многие испугались, что у них останутся на руках цифровые активы, а также акции, Apple, Tesla и Bitcoin, неважно. И люди испугались, что даже не смогут их продать. Поэтому эта паническая распродажа во многом способствовала тому, что люди накапливали туалетную бумагу, а также еду, если ты помнишь начало пандемии. Все закупались коробками, массой рулонов туалетной бумаги, всего этого безумия. И это то, что в тот момент и происходило. CFTC тогда заявила, что они намерены остановить торги на СМЕ из-за падения, что многие восприняли как полную остановку трейдинга. Так что я думаю, что это несбыточная мечта, многие которую очень ждут. Они ждут резкого движения, которое нас опустит до низов медвежьего рынка, но я думаю, что это очень иррациональная вещь. Да, мы ждем дно из-за внезапно появившегося черного лебедя. Да, он может появиться, но единственная причина, почему я могу допустить хоть какой-то медвежий акцент, только потому, что вот эти стенки, которые мы с тобой раньше обсудили, представляют собой достаточно обоснования, что очевидно есть такой план. И точно в рынке присутствует манипулятор. Нет абсолютно никакого обоснования, что это органические ордера. Все эти ордера очень новые. Если на них посмотреть, мы совсем не провели время ниже 45 тысяч за исключением самого краха. Именно сам крах привел нас под 45 тысяч. И крах — это то, что привело нас ниже 44 тысяч. Две эти стены новые. Это определенно кто-то, являющийся черным лебедем. Кто-то как Грейскейл, неважно. Кит ограничивает в настоящий момент цену и хорошо знает, что биткоины TF теперь доступны и теперь накапливает тысячи биткоинов еженедельно. Ведь это абсолютно логично, что они ограничивают цену массивным ордером, не позволяющим быкам ничего делать, толкая цену вверх. И в конечном итоге, если цена пойдет выше, единственное, что произойдет, продавцы напугаются, запаникуют и начнут продавать. Поэтому то, что сейчас мы видим в рынке, это ограничение рынка кем-то, пытаясь всех напугать. Джо, ну хорошо. А расскажи нам что-нибудь лучше про щиткоины, про галиткоины. Какими интересуешься ты? Интересуешься ли, торгуешь ли их, или вообще не трогаешь как тонвайс? Или все-таки трейдишь щиткоинами, чтобы сделать больше биткоинов? Я думаю, что это очень важная тема, о которой следует думать. Лично я не поддерживаю действия людей связываться с низколиквидными рынками. Но, если ты купил какой-то щиткоин, который исторически на каждом бычьем рынке вырастал на тысячи процентов, а в каждый медвежий рынок возвращался к тому, с чего он начинал, то можно увидеть паттерн. И кто мы? Мы аналитики, мы специалисты по паттернам. Так что я полностью верю и делаю то, что следует, чтобы обеспечить себя, свою семью, накапливая больше биткоинов. Я думаю, есть некоторые щитки, которые позволят заработать. С точки зрения процентов, они пойдут больше, чем на 500%, который может сделать биткоин от исторического максимума. Многие щитки уйдут на сотни икс или даже в сто раз по отношению к битку. Мы еще увидим эти аномалии. Так что я абсолютно верю в такой посев семян. Если ты меня спросишь о каком-то конкретном, то, думаю, это немного более опасно. Обычно я не люблю людям советовать делать то, что делаю я. Я, в общем-то, человек рисковый. А как ты знаешь, крипто-люди склонны к таким вещам. Но хочу сказать, что у нас есть хорошие сигналы по некоторым активам, таким как Солана. У нас есть сигналы по некоторым щиткоинам. Например, Пепе и еще некоторые. Шиба, Доги Коин. О, слушай, это как раз те имена, которые меня просят все время посмотреть на моем канале, но я забиваю, потому что я их терпеть не могу. Может быть, если ты их посмотришь, это будет интересно нашей аудитории. Посмотри, может, на 1, 2, 3 щитка. Да. И, конечно же, мы очень ценим твое время. Если ты сможешь в будущем делать больше теханализа и обучать нас ТРДР и всему такому, немного более глубокое погружение, то будет очень круто. Знаете, всегда желанные гости на нашем канале. Так что, может, на следующей недельке или типа того. С нетерпением. А я думаю, это круто, что люди интересуются. Так что я испытываю полное воодушевление, чтобы поделиться этим. И мы можем реально погрузиться. Ага. Слушай, это невероятный стафф, потому что это действительно ончейн данные. То есть это не какие-то опаздывающие индикаторы, основанные на цене или на каких-то мувингах, срабатывающие уже после того, как все произошло. А это работает по-другому. То есть здесь... Да. ...реально подгружаются ончейн данные со всех бирж. И я думаю, что было бы круто, если бы ты мог еще обучить народ этому больше в будущем. Ну окей, сейчас что ты можешь сказать лично вот от себя по поводу рынка, альткоинов в целом? Не знаю, может быть, эфир. Потому что, знаешь, S&P только что нарисовал новый all-time high. NASDAQ только что тоже пробивает all-time high. Золото пробивает all-time high. Почему биткоин все еще не 55 или даже 65 тысяч? Почему крипта отстает от рынков? Потому что, я думаю, крипта свой собственный цикл. Я думаю, есть периоды времени, когда происходит прямая корреляция с вещами, такими как S&P 500. Но у нас есть халвинг. И все сейчас его ждут. Все спят и видят его. Я думаю, что сейчас стало меньше продавцов из-за этого. Я думаю, что сейчас больше покупателей, а также людей, которые инвестируют и продолжают инвестировать в рынок. Поэтому с биткоином, я думаю, у нас есть такое событие, когда мы абсолютно уверены, это может быть то же самое, что... Не хочу здесь уходить в политику, но давайте, скажем так, перевыборы Трампа. Мы оба можем поставить на перевыборы Трампа. Если мы так сделаем, и рынки пойдут вверх, S&P 500, то, вероятно, мы оба окажемся правы. Мы определенно были бы правы, если бы это сделали в 2020, когда об этом говорили все. Так что есть несколько вещей и целый набор причин, почему у S&P все в порядке. Это 2024. Здесь есть фундаментальные катализаторы. Политика — это фундаментальный катализатор. Мы все сейчас знаем, что сейчас происходит с президентской кампанией в Америке, но, может быть, не все, но я думаю, что все складывается к тому, что Трамп вернется в Белый дом. Я думаю, это бычий сигнал. Я сейчас не думаю о политике, я сейчас думаю о рынках. Трамп вернется в круглый кабинет, у рынков будет корреляция. Без сомнений, так? Без сомнений. Если демократы победят, а мы видели, что было за последние несколько лет, я думаю, многие станут медведями. Я думаю, они могут смотреть по быче на какую-то часть вещей, но смотреть по медвежьей на 90% остального. Так что, я думаю, прямо сейчас самое важное для фондовых рынков это понимание фундаментального катализатора, что повторяет то, что я говорил о рынке биткоина. Фундаментальный катализатор. Я думаю, более широкая причина того, что мы упали, с 48 до 41, из-за того, что ETF не повлияли так, как мы ожидали. Ведь фундаментальный катализатор был в том, что все ожидали улететь к Луне, но такой силы не образовалось, на которую все молились. Поэтому в итоге все начали паниковать, сказав, что ж, если мы не пошли туда, значит, мы пойдем вниз, прямо ко дну. Вот то, что я думаю о рынке. А сейчас мы ждем образования группы фундаментальных катализаторов. И такие вещи, как эфир, который показывает очень хорошие результаты, с точки зрения и процентного роста, и в сравнении с биткоином. У нас также была целая группа бай-сигналов. В стакане образовалась уверенная ликвидность, что на самом деле является отличными сигналами. В общем, вот такой взгляд с точки зрения рынка. И давай посмотрим на другие вещи. Ричард Харт, мы все его знаем. Он тот, кто... Знаешь, мы... Говори, что хочешь о нем, но он гений. Он очень умен. Я никогда не оценивал никого из своих врагов. Я думаю, что каждый должен делать то же самое. Так что, если мы не любим Ричарда Харта, нам нужно узнать о нем больше. Так что, я изучил некоторые из его активов, ведь он был очень видным биткоин-максималистом. Выступал против Роджера Вера и Крэгра Райта. Всех этих, да? Но если посмотреть на его активы и то, что он сделал, то, по сути, он действует аналогично, что и многие другие активы. Может быть, немного лучше. И прямо сейчас, если посмотреть на его вещи, мы можем увидеть, что происходит поток, направленный вниз. Эфир в отношении вот к этой вершине здесь. И биткоин с 48 локального верха. Мы смотрим на активы Ричарда Харта, а я буквально снимаю шляпу перед этим джентльменом за то, что он такой умный, и я его считаю гением. Мы смотрим на его активы, которые не просто прямо вот на ERC-20, а немного другие. Они как бы вне обычного крипторынка. И мы видим, что они растут. И это мне говорит о том, что в криптопространстве все еще есть деньги. Просто они перемещаются от одного проекта к другому. И я думаю, что это очень важный момент времени, чтобы понять то, как должен выглядеть рынок. Когда люди боятся биткоина, они их перезакладывают, но оставляют в крипто. И я думаю, в этом важное отличие. Как бы нам нравилось или не нравилось то, что происходит с этими проектами, с любым из них, мне бы хотелось, и в какой-то момент каждому, чтобы появился какой-то проект, в который потекли деньги. Особо это не получилось у Шибы, но мы видим новые блокчейны и наблюдаем в некотором наборе криптоактивов. Мы видим, что у Салада, например, хорошо подросла в процентах и даже пошла в боковике в большей части вот этого падения. Пока биткоин и эфир двигались вниз, особенно с ETF, не поднявшись до 50 или 60, как все ждали, мы видим, что все-таки деньги остаются в экосистеме. Так что я думаю, это очень хороший сигнал. Я думаю, что рынок остается очень сильным, и я думаю, что мы увидим в этом году, как исторический максимум будет преодолен. За то, что делишься этой информацией. А, ищи дальше. Опять там твой маленький криптоходлер пришел. Литтл криптоходлер. Да. Да, мои спят уже. А, у него еще есть пара часов. И сегодня пятница, так что ему можно в игрушки поиграть, знаешь. Да, но он... Он ходлер с момента... Он биткоин-малыш. Да, он на самом деле токсический биткоин-малыш. Он из-за трубы вышел довольно токсичным. Пришлось его немного успокаивать. Сказал ему, знаешь, сами позволяем верить людям в тюльпоманию, пока сами втихаре одержим биткоины. Моя старшая дочка клеймила Сатоши на кранах в 2015-2016 году. Помнишь, были такие игры, типа, ну, типа FreeBitcoin, то там надо было лягушкой какой-то прыгать или еще что-то делать. И чем дальше ты проходишь, тем больше Сатоши получаешь. То есть это не казино, а прям кран. Ну, то есть... Проиграть нельзя. И, в общем, она играла хорошо и наклеймила где-то, я думаю, миллион Сатоши, точно. У нее есть бесплатный билет в цитадель биткоинов. Точно, точно, абсолютно. Это было, когда биткоин стоил 500 долларов или что-то такое. А, да. Я тогда одной ногой был в крипто-пространстве. Я тогда купил свой первый биткоин за 250 долларов. Июнь или июль 2015-ом примерно. Да, я тоже, бро. Да, да. Тогда я был молодым, разочаровался в правительстве и работал... Знаешь, на самом деле я тогда начал на все смотреть по-другому. Тогда были времена, когда на самом деле начала активно развиваться экономика. А я начал разбираться в экономике и налогах. Да, тогда я вошел в крипто. И тогда на самом деле я начал работать с биткоином. И после того, как я снова работал еще несколько лет, я это бросил в 2017-ом. Снова пошел в школу, потому что я ненавидел свою жизнь. Но после, как я вернулся в школу и возненавидел школу, я открыл свой старый крипто-портфель и я увидел, что 500 долларов, ну, неважно, которые я в это вложил, в биткоины, в щитки, превратились из 500 баксов, может быть, тысячи, до трех или четырех тысяч. Но для меня это было достаточно, чтобы сделать выводы. И буквально это меня привело к тому, что я понял, что можно иметь деньги и зарабатывать деньги с помощью этого и учиться торговать. Ну и теперь ты полностью в крипто? На 100% полный рабочий день в крипто. Это моя жизнь. Буквально каждый день я трейдю. Мы организовываем множество соревнований по трейдингу. И мне стоит об этом тебе рассказать. Будет круто привлечь твое комьюнити в трейдинг соревнования. Да, я помню, кстати, на одном соревновании на Байбит мы вместе участвовали. Я помню, что ты победил. Вы заняли первое место на каком-то соревновании. Или второе место, да? Что-то такое. Круто было. Да. Да, да, да. Обожаю. Я думаю, соревнования по трейдингу вероятно, может быть одним из самых выгодных вещей, если ты хочешь заниматься трейдингом. Системно. Нет ничего более ценного для понимания того, как движутся рынки. Под стрессом. Это ощутить в каждом моменте. И мы запускаем соревнования по трейдингу буквально еженедельно. Последние пару недель только вот пропустили. Последнее было на Рождество. Но, да, в общем, знаешь, я тебе предоставлю некоторую информацию на эту тему. Может быть, твое сообщество присоединится. Будет очень круто. Мы отлично проводим время. Очень хорошие люди, очень агрессивно торгуют. И, да, знаешь, последний раз я занимал второе место. И, знаешь, это отличная возможность научиться. Если ты умеешь торговать под стрессом, под нагрузкой, то неважно, торгуешь ли ты в 10 баксов, в 100 баксов или в 100 тысяч долларов. Если на тебя давят, то твои решения и твой процесс это усложнит. Так что я люблю идти на соревнования по трейдингу с очень небольшой суммой, чтобы потренировать свои мозги, чтобы научиться себе доверять, когда ты знаешь, что нужно сделать определенный процент для того, чтобы занять первое место. Всегда есть соревновательность. Так что мне это очень и очень нравится. И я действительно думаю, что торговые соревнования критически важны, чтобы считать себя трейдером. Если ты хочешь торговать для того, чтобы оплачивать счета и даже достичь большего, то есть не просто оплачивать счета и поддерживать жизнь, но и достичь большего, то да, тебе нужно идти на торговые соревнования. Хорошо. Ну тогда расскажи нам, на каких биржах ты торгуешь, потому что я знаю, что ты гражданин США, там у вас куча гемора с Байбитом, с Битгетом, с большими биржами. Какими биржами вы пользуетесь? У меня есть биржа, с которой я работаю, называется Дипкоин. Очень хорошая биржа с огромным набором отличных фишек. Я тебе о ней кое-что расскажу. Давай об этом поговорим. Но у них есть отличные фишки, она очень новая, много отличных бонусов, регистрационных бонусов. Они постоянно нам дают возможность проводить торговые соревнования, минимальный вход 10 баксов, на самом деле нет минимального входа, минимальная сделка в 10 баксов. Так что они нам позволяют реально проводить хорошо время. Их преимущество в том, что KYC проходится очень легко. Знаешь, а на многих биржах прохождение KYC тот еще головняк. Так что Дипкоин это единственное место, где я провожу постоянно свои трейды. Клево, Джо. Офигенно. Спасибо большое. Ты можешь позже, да, еще нам рассказать более детально про биржу, про все эти штуки и про биткоин. Как я уже сказал, про ордербуки. Всегда будем рады тебя видеть на канале. И да. Я думаю, что нам надо заканчивать. Если ты хочешь сказать что-то напоследок, какой-нибудь совет молодым трейдерам, не знаю. На самом деле у меня есть совет. Да, у меня есть кое-какой совет. Прямо сейчас. Одна из самых важных вещей, о которой люди постоянно забывают. Звучит так. Нет никакого трейда, который является трейдом. Многие думают, что нужно входить и выходить из позиций. Иногда неделание трейда является самим трейдом. Понял? Да, лучше остаться с деньгами, чем с позицией. Да. Я думаю, что это действительно очень важно. Не трейд, это и есть трейд. Это все о манни-менеджменте. Это в первую очередь самое важное и последний и наиболее важный урок. Тактика, которую ты должен применять к тому, что ты делаешь как трейдер. Так что времена, как сейчас, ты можешь заработать много денег. Можно многое сейчас сделать, но ты также можешь и потерять много денег. Просто не будь тем парнем, который бросил Макдональдс, потому что зашел в крипто. А теперь ты должен потому, что ты зашел в крипто. Ладно, чуваки, в общем, это правда очень важный совет от Джо. Обязательно раздавите кнопку лайка, если вам нравится такой контент и если вы хотите видеть Джо в следующий раз, подпишитесь на канал, на колокольчик, чтобы ничего не пропустить и на САС Аналитика канал тоже подпишитесь, если вы понимаете английский и если вы хотите практиковать английский. А также на наш английский канал тоже, кстати. Подписывайтесь и смотрите там это интервью в оригинале. Только не печатайте там ничего по-русски, пожалуйста, потому что вы путаете алгоритмы Ютьюба. Кто не понимает английский, отписывайтесь от английского канала нафиг. Большое спасибо тебе, Джо. Очень приятно, спасибо, что пригласил. И маленькому Сатоше. Всем привет, доброй ночи и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok